Чтобы перечислить все награды и достижения этой девочки, вряд ли хватит времени и целого выпуска новостей. Впрочем, звездной болезни у восходящей звезды российской науки Лизы Забелиной нет. Даже при том, что выпускница образовательного центра «Сириус» работает над проектами в буквальном смысле вселенского масштаба. Один из них – концепция пилотируемого космического комплекса для освоения Марса. Я придумала концепцию модуля, внутри которого будет создаваться искусственная гравитация. Это поможет космонавтам при длительных перелетах, чтобы преодолеть последствия невесомости. Также в своем проекте у меня еще была затронута тема концепции защиты от радиации. И я предложила использовать уже имеющиеся на борту системы и их правильно размещать, чтобы снизить массу корабля. Также я делала баллистический расчет – это даты старта и массу топлива и массу станции. То есть, по моим данным, к Марсу можно будет полететь в ближайшее десятилетие 27 мая 1933 года. Улыбаются было бы странно родиться в Наукограде Королев и не грезить космосом. Но свой интерес к физике, химии, биологии считают в первую очередь заслугой родителей и педагогов лицея, в котором учатся с первого класса. Нашлось в ее жизни место и для художественной гимнастики, фортепиано, гитары, эстрадного вокала, литературного творчества. Елизавета пишет стихи и прозу. Был международный творческий конкурс на публикацию в книге мира. Она входит в наследие ЮНЕСКО. И здесь у меня есть мой очерк «Однажды». Вот мой первый очерк, наверное, первая такая работа литературная. Потому что помимо науки надо же еще самовыражением заниматься. Лиза и еще 19 вундеркиндов из России и Индии стали участниками необычного образовательного проекта. В международной мастерской в Нью-Дели они вместе придумывали и проектировали устройства для анализа крови, переработки соломы, безопасной езды на мотоцикле. Созвездия юных талантов приветствовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Десятиклассница из Королева не могла не спросить лидеров двух стран, возможно ли лунная космическая программа «Брикс». Мне кажется, что в такой кооперации у нас очень большие перспективы, потому что каждая из этих стран обладает каким-то преимуществом. То есть Индия, например, у нее географическое преимущество среди остальных. То есть если мы говорим про космическую программу, то, допустим, в Индии мы строим космодром, который ближе всего к экватору, и с него будет легче запускать какие-то аппараты. Признается, любоваться достопримечательностями Нью-Дели было некогда, но удалось познакомиться с индийской кухней, а главное найти общий язык с жителями этой страны. Что когда они слушают, они делают головой вот так вот. И мы сначала думали, это мы им объясняем, они ничего не понимают, они с нами соглашаются, но потом нам в последний день объяснили, что это значит «I'm following you», то есть я понимаю, одобряю, давайте дальше. Сейчас Елизавета Забелина старается узнать как можно больше не только о странах Брикс, а обо всем мире. Уверена, что для одних границы на географической карте для ученых безграничные возможности. В будущем она видит себя ученым-биофизиком, а мечта, которая в сердце с детства – работать в космической индустрии или стать космонавтом. Все, кто знаком с Лизой лично, даже не сомневаются, когда-нибудь на пыльных тропинках далеких планет обязательно останутся и ее следы. Свой след в российской науке десятиклассница уже оставила.